Не надо стесняться О каждой песне рассказывают создатели ее успеха Исполнители, композиторы, поэты, продюсеры и клипмейкеры Из смешных курьезов, случайных озарений и творческих рецептов Собирается история российской популярной культуры последних 30 лет От Кармен до Моргенштерна Проект создан Институтом музыкальных инициатив и журналом Афиша Как устроена эта книга? Книга «Не надо стесняться» рассказывает историю постсоветской поп-музыки Через 169 хитов, определивших свое время Каждая глава посвящена одной песне Все главы устроены одинаково Редакторское описание песни, объясняющее контекст ее появления и ее феномен И воспоминания ее создателей или исполнителей в форме монолога или интервью Песни идут по годам При этом читать книгу, конечно, можно с любого места Впрочем, кажется, если читать главы подряд Можно обнаружить своего рода концептуальную арку книги Несколько ее сквозных героев, идей и сюжетов Кто и зачем ее сделал? Книга «Не надо стесняться» Проект Института музыкальных инициатив, сокращенно ими Она создана на базе вышедшего в декабре 2011 года в журнале Афиша Материала об истории постсоветской поп-музыки Автор идеи книги и ее редактор Редакционный советник ИМИ Александр Горбачев Он же, как шеф-редактор Афиши, курировал вышеупомянутый номер журнала в 2011 ИМИ – независимая некоммерческая организация Созданная для поддержки и развития российской музыкальной индустрии Книга «Не надо стесняться» – структурно важный проект Сразу с нескольких точек зрения Авторы считают одной из своих задач систематизацию знаний о российской музыке И сохранение ее наследия Как ни странно, при всей доступности и общеизвестности поп-хитов Узнать о том, как они создавались, выстреливали, бытовали зачастую ниоткуда По странной здешней традиции с эстрадными исполнителями Принято разговаривать о чем угодно, кроме собственной музыки Эта книга частично восполняет этот пробел Авторы стремятся рассказывать о музыке, в том числе эстрадной Как о сложном культурном феномене Поп-хиты зачастую ассоциируются только и исключительно с исполнителями Меж тем в производстве любого эстрадного успеха участвует множество людей Это всегда многосоставный творческий процесс Продюсеры, композиторы, поэты, аранжировщики, издатели, режиссеры, операторы, менеджеры, промоутеры, звукорежиссеры В силу специфики того, как устроен поп-контекст, все они зачастую остаются невидимыми Авторам хотелось показать, как работает постсоветская, в кавычках, машина песен Именно поэтому в этой книге вы найдете реплики далеко не только самых известных певцов и певиц Но и тех, кто создает их песни и образы Авторы хотят говорить о музыке серьезно, причем о любой В этом смысле не надо стесняться и другой исследовательский проект имя Серия сборников «Новая критика» преследует одни и те же цели, пусть и разными способами С пуп-музыкой в России особый сюжет Так повелось, что она здесь стигматизирована И вынуждена все время бороться с представлениями о себе Как о низкой, примитивной, пустой и не заслуживающей глубокого разговора Эта книга одновременно и история этой борьбы И один из ее эпизодов Авторы считают, что сделать хит, который надолго останется в массовом сознании Это творческое достижение не хуже любых других И оно заслуживает такого же глубокого анализа, как, например, рок-музыка Или работы академических композиторов Не надо стесняться, не предлагает разрушать существующие культурные иерархии Но может помочь взглянуть на них более информированным и более критическим взглядом Как же составлялся список песен, которые вошли в книгу? Какими были критерии отбора? Жестких критериев не было И вряд ли они возможны в такой затее Количественные показатели Вроде пребывания в радийных хит-парадах Или просмотров клибов на YouTube Учитывалось, но только в качестве одного из факторов Авторам хотелось, чтобы в книгу вошли песни Которые попали в коллективное бессознательное Стали частью общей культурной памяти Они хотели, чтобы эти песни могли Что-то сообщить не только о музыке Но и о культуре в широком смысле слова О своей эпохе и своей стране Эта книга — история не только российской, постсоветской поп-музыки Но и о самой России Авторам кажется, что 169 песен, попавших в книгу, эту историю рассказывают Что касается, собственно, процедуры отбора То список песен составлялся по итогам коллективного голосования журналистов Задействованных в работе над этой книгой Чтобы исключить утомительные споры о вкусах Финальное решение о том, включать ли песню в итоговый список Принимал один человек и в 2011 году, и в 2020 Им был редактор Александр Горбачев Почему в названии стоит именно слово «постсоветский»? Что конкретно имеется в виду? Более правильной формулировкой была бы такая История постсоветской поп-музыки Как ее проживали российские слушатели Но для подзаголовка это было бы, конечно, слишком громоздко Авторам показалось некорректным заявлять эту книгу Как историю российской поп-музыки Здесь есть песни, сочиненные и исполненные людьми из Украины Беларуси, Казахстана, Латвии, Азербайджана, Узбекистана и Киргызстана При этом ясно, что по совокупности геополитических и экономических причин Россия многие годы продолжала оставаться для других постсоветских стран Важным центром культурного притяжения и рынком На котором можно было получить самый большой доход До некоторой степени это работает и до сих пор Все песни, о которых идет речь в этой книге, были хитами в России Многие не только в ней Аналогичная затея, если бы ее осуществили люди из Киева, Минска или Тбилиси В чем-то пересекались бы С книгой не надо стесняться Но, конечно, не полностью Одно из следствий того, что книга представляет именно российский взгляд на эстраду В ней почти нет песен не на русском языке Сходство и различия поп-культурных контекстов в бывших республиках СССР Тема, которая ждет своих исследователей Но мы решили, что постсоветский Наиболее корректное и понятное описание для того культурного пространства, о котором идет речь Так заявляют авторы Еще и потому, что поп-музыка – одна из немногих вещей Которая по-прежнему объединяет наши страны, несмотря на все остальное Авторов также спрашивают Как вы определяли, что является поп-музыкой, а что нет Почему, например, здесь нет Зимфиры и Мумитроля Чтобы подробно ответить на вопрос о том, что такое поп-музыка И чем она отличается от других жанров Потребовалась бы отдельная книга, отвечают авторы Но если коротко, то все делалось интуитивно Противостояние между руком и попсой Было одним из ключевых российских культурных конфликтов Вплоть до конца 2000-х И два этих музыкальных поля существовали как бы в разных мирах У ДДТ и Короля Ишута были хиты не меньшего масштаба Чем, скажем, у Филиппа Киркорова или Ивана Шик Интернешнл Но ставить их в один ряд значило бы игнорировать контекст Это, безусловно, возможный жест Но нам было бы интереснее не ломать стереотипа А скорее описать эстраду как единую реальность Культурные и иерархические и генетические связи между разными героями книги Один из самых любопытных подспудных сюжетов Не надо стесняться Земфира и Муми Тролль в этом смысле Самые сложные случаи Поскольку это музыканты, которым удалось преодолеть разрывы контекстов И попасть всюду и сразу Но авторы все-таки решили оставить их за скобками в мире рока И еще сложнее этот выбор было делать в случае песен последних лет Когда интернет разрушил былые культурные границы А хип-хоп, как казалось, в какой-то момент полностью подменил с собой всю популярную музыку Здесь есть Баста и Тифест Но нет Оксимирона и ЛСП Есть Монеточка, но нет пошлой Молли Есть Мальбек, но нет Айспик Тут тоже следует винить личный волюнтаризм редактора Конечно, эта выборка могла бы выглядеть иначе И была бы не менее легитимной Еще и потому, что хиты последней пятилетки пока не прошли проверку временем Фактически, в этой книге авторы делают ставку на то Какие из них останутся в массовом сознании И заключительный вопрос Почему песен именно 169? Как отвечают авторы, не почему Изначально они ориентировались на круглое число 150 Но за время пути песен стало больше И они решили, что жертвовать содержанием ради символичной красоты как-то странно В конце концов, в любом числе, можно найти свою подоплеку Скажем, 169 – это чертова дюжина в квадрате Ну а мы, в свою очередь, хотим вам пожелать, друзья Поскорее прочесть эту книгу и сделать свои выводы О музыке, о жизни и о дальнейших перспективах в музыкальной сфере в России Всего вам наилучшего!